ВОВА Первый заезд чемпионата России с зачета 1600 просто напитывал ожиданием интриги. Михаил Симонов номер 12, Олег Жаворонков 9, Алексей Савин 66, Михаил Дралин 58, Рифат Галямов 8. Состав что надо. В старт. Поехали и быстрее всех Симонов. Но второй волной широким фронтом накатили Савин и Дралин. А Жаворонков отставал на корпус, но по гроссмейстерски сместился внутрь и на верже прошмыгнул мимо Симонова. А тут же и Галямов подоспел в базу, жестко отпихивая чемпиона за собой. Лидер Дралин. Жаворонков по внутренней дуге отдавливает Савина, пробираясь на второе место. А позади Симонов контратакует Галямова, но восьмой номер цепко держит четвертую позицию. Жаворонков, недовольствуясь достигнутым, спуртует на прямике и перехватывает место во главе беспокойного пелотона. За ним Дралин, Савин, Галямов и замыкающим Симона. Вот это начало. Но еще не все. И Галямов без сантиментов атакует Савина, пробиваясь на третье место. За ним Симонов. И караван мчит во весь опор, отмеряя второй круг. За минусом 66 номера он паркуется в Бруствере. Позиции, достигнутые к третьему кругу, наконец-то удовлетворили амбиции первой тройки. А вот Симонову такое, конечно, не нравилось, но повлиять на это он уже не мог. Финиш первым встречает Жаворонков. Второй Дралин. Третий Галямов. Четвертый Симонов. А Савину надо спешить с ремонтом. К старту второго заезда Алексей привел машину в порядок. И присоединился к Айдару Нуриеву, номер 48, Роману Юнкуну, 97, Сергею Соболеву, 55 и Олегу Жаворонкову. И по сигналу продемонстрировал, что у него все в порядке, энергично разгоняясь. Его порыв подхватили Жаворонков и Юнкун. И девятый номер первым зашел на вираж. А вот 97-й тормознулся выступ Бруствера и оказался на третьей позиции. Четвертым двигался Нуриев. Пятым Соболев. А Жаворонков, так удачно проведя дебютную фазу, лидером в полный газ мчался по дистанции. Он и на квалификации был хорош. И здесь не сплоховал. Савин также отметился приличным временем на хронометрируемых тренировках. Так что заезд развивался согласно табели о рангах. Олег Жаворонков одерживает вторую победу и закономерно становится во главе турнирной таблицы. Восемь очков. Без потерь. Савин финиширует вторым. Юнкун третьим. Савин ударным началом стартовал и в третьем заезде, где дебютировали Максим Солдатов номер 25, Раис Миниханов 62 и за компанию Юнкун и Симонов. Солдатов быстро выкатил, но что-то намудрил с переключением и остался позади группы, возглавляемой Савиным. За лидером Миниханов и Симонов. И между ними активно вклинивается Юнкун. Но при заходе на вираж его чуток подвигают и Роман влетает в брустер, приледняясь на крышу. Какие уж дальше гонки. Стоп. Заезд. В полном составе пилоты отправляются на вторую попытку. Стартуют ровненько и все решает вторая фаза разгона. Лучше других исполняет Юнкун. А за ним на вираже идет фасовка позиций, продолжаясь в сложной эске. Ее прямо-таки виртуозно одолел Симонов, вырываясь на первое место. За ним смыкают ряды Юнкун и Солдата. Но Савин, отпихивая 25-го номера, пробирается на третью позицию. И следом в шпильке пытается раскачать Юнкуна. А за ним Миниханов атакует Солдатова и занимает четвертое место. Все эти волнения не касались лидера. Симонов работал на дистанционный отрыв. Вот если бы еще довес не мешал. На длинных прямяках местного ипподрома он был особо чувствителен. Позади ошибкой Миниханова воспользовался Солдата. А впереди Юнкун как мог сдерживал натиск 66-го номера. И все-таки в шпильке второго круга Савин продавил соперника и устремился в погоню за лидером, которая выглядела безнадежной. Но после крутых виражей эски Алексей уже вплотную за Михаилом. А Солдатов между тем обгоняет 97-го номера. Ох, как все завертелось. И в шпильке Савин проводит успешный атакующий маневр и, опережая Симонова, первым летит к финишу. Солдатов третий, Юнкун остается четвертым. Но судьи штрафуют Савина одной секундой за опасную езду и победа в заезде переходит к Симонову. Четвертый заезд отправляются. Соболев, Дралин, Симонов, Юнкун и призванный из запаса 46-й номер Расуль Миниханов. Борьбу на стартовом разгоне повели Дралин, Симонов и Юнкун. И быстрее всех к виражу оказался 58-й номер, захватив лидерство. А Юнкун заехал широко и его вдоль бровки обогнал Соболев. Расуль Миниханов замыкал. Дралин держался очень уверенно, по-хозяйски. И Симонову не удавалось к нему приблизиться. И три дистанционных круга определяют первую победу Михаила. Его тезка финиширует вторым и набирает 8 очков вровень с Жаворонковым, но гонкой больше. А за третье место до финиша состязались Соболев и Юнкун. Пятый заезд начинали Савин, Расуль Миниханов, Голямов, Солдатов и Соболев. 66-й номер сразу помчался на корпус впереди всех. Вторую позицию занял Соболев, вроде бы наладив старты. А на третий к виражу определился Голямов. Но Солдатов атакует вдоль бровки. И обогнав восьмого номера, наваливается на Соболева. И в узкой связке пошла такая толчья, что Голямова чуть не затолкали на брустер. Но Рифат справился с давлением и выдвинулся на вторую позицию. Возглавив боевитую группу, из которой, теряя ход, выпадает Соболев. А Солдатов, не заметив выступ, ловит крышу, эффектно скользя к трамплину брустера. Но инерции для прыжка не хватило. Заезд остановлен. Что весьма на руку Соболеву. Есть время заменить привод. Попытка номер два развивается по схожему сценарию. Савин уносится вперед. Вторую позицию после небольших разбирательств занимает Соболев. Третью Голямов. И опять к дележу подключается Солдатов. И снова толчья в горловине эски. Но на сей раз не повезло Голямову. Он оказался после всех. Савин уверенно впереди. За ним Солдатов, Расуль Миниханов и Голямов. А Соболев останавливается в том же месте. Не дочинился. На этом многочисленные приключения двухсерийного заезда закончились. Алексей Савин выигрывает. И набирает 10 очков. Становится лидером соревнований. Потеряно, конечно, многовато, но все же. Солдатов финиширует вторым. Расуль Миниханов третьим. Соболев оформил сход. И шестой заезд стартовал вчетвером. Жаворонков и Дралин повели спорт за первую позицию. Солдатов и Раис Миниханов за третью. Девятый номер. Первым заходит наиподромный и Веско Виражей. А выходит уже вслед за Дралином. Михаил настроен очень серьезно. Но Олег также не намерен уступать. И, заняв выгодную траекторию, атакует в шпильке, возвращая привычную первую позицию. Порядок на второй круг. Жаворонков, Дралин, Раис Миниханов. Солдатов. Лидерство девятого номера никого не удивляло. И кое-кто приготовился отметить в таблице очередную победу Олега. Но они недооценили чемпионат России по ледовым гонкам. Жаворонков с весовым преимуществом в три корпуса перед Дралином отправляется на завершающий круг. Третью позицию у шестьдесят второго номера отобрал Солдатов. В и подровном Раис ему об этом в жесткой форме напомнил и вернул себе позицию. Жаворонков уверенным лидером готовится к финишу. И в этот момент Дралин спуртует шпильки и атакует зеркально отработав маневр соперника. Две машины вровень несутся к финишу. Но корпус преимущества фиксирует Михаил Дралин. И эта трудовая победа уравнивает показатели соперников. По одиннадцать очков. В турнире двоевластие. И в седьмом заезде пятьдесят восьмой номер получает реальный шанс единолично возглавить таблицу. Рядом Янкун, Солдатов, Галямов и Нуриев. И спор за лидерство на разгонной прямой повели Дралин и Янкун. И увлеченно продолжали на вираже. Роман придавил Михаила к бруссеру, но дал возможность нагнать Солдатову. Стык и две машины летят в сугроб. Но Максим возвращается на колесах, а Роман во второй раз оказался на крыше. Гонка остановлена. И пока суть до дела. На старте восьмой заезд, где спор за лидерство на этапе собираются вести однокомандники. Савин и Дралин. Вместе с ними Раиса Расуль-Мениханова и Айдар Нуриев. Но на разгоне все предварительные расклады смешал шестьдесят второй номер. Быстрее всех одолев прямую и лидером скручивая и подробный. Дралин за ним. Савин третий. Далее Нуриев и Расуль-Мениханов. В связке виражей преуспел Савин и выдвинулся на вторую позицию. Немедленно организовав преследование лидера и попытался сходу в шпильке обогнать. Но не сработало. Раис удержал динамику и при заходе на второй круг сохранил преимущество. Дралин третий. А Расуль-Мениханов обогнал Нуриева. Шестьдесят второй номер лидирует. Савин неотступно за ним. Выбирая момент для атаки. Вот и шпилька. Вот и атака. Да так жестко, что зеленую машину размотало. И на вторую позицию успевает проскочить Дралин. Но Раис уже собрался и бросился в погоню за соперником. И при заходе на вираж действовал просто беспощадно. Пока окончательно не перевернул соперника. Судьи аннулировали результат шестьдесят второго номера. Определив итог на момент остановки. Савин и Дралин набирают по четырнадцать очков. Лидеров турнира по-прежнему двое. А в девятом заезде ожидалась битва гигантов. Олега Жаворонкова и Михаила Симонова. Но и про Айдара Нуриева, Расулю Миниханова и Максима Солдатова никто не забывал. И здесь все пошло не по прогнозам. Жаворонков сумел разогнаться быстрее и захватил лидерство. А Симонов оказался втянут в изнурительные разборки с Айдаром Нуриевым. Сорок восьмой номер ни в какую не хотел уступать вторую позицию. А когда Симонов с ним все-таки сладил, подключился Расуль Миниханов. И снова здорово. Симонов бульдозером оттягивает сорок шестого номера. А тут как тут опять Нуриев. И очередная порция упорнейшего соперничества. Жаворонков тем временем по чистому льду укатил в недосягаемый отрыв. А противоборство сорок восьмого и двенадцатого номеров вступило в решающую фазу. Две машины несутся вровень и места не хватило Симонову. Он бороздит брусфер. Да еще и Солдатова невольно тормозит. И мимо них проскочил Расуль Миниханов. Жаворонков спокойно финиширует. И пятнадцать набираемых очков утверждают его лидером турнира. Нуриев второй. Расуль Миниханов третий. А Солдатов перед самой чертой уступает Симонову зачетный балл. А мы виртуально возвращаемся в прошлое. Очередной рестарт седьмого заезда. Где у Михаила Дралина остается возможность замахнуться на победу. А для второго места достаточно набрать всего один балл. И на разгоне все нормально. Лидерство захватил Роман Юнкун. Но и вторая позиция для пятьдесят восьмого номера вполне сносный вариант. Тем более, что соперники Солдатов, Галямов и Нуриев, увлеченно соревновались между собой. Но идиллия не продолжалась и круга. Разбитое после кувырка ветровое стекло снижало обзор до минимума. И поначалу Михаила обогнал Галямов. А затем последовала атака Солдатова. Провоцируя ошибку и зацепив бруссер, Дралин исполняет подскок с проворотом. Визуализация краха честолюбивых планов. Роман Юнкун одерживает свою первую победу. Галямов финиширует вторым. Солдатов в третьем. И на старт десятого заезда Олег Жаворонков выезжал в ранки досрочного победителя четвертого этапа. Его уже никто не мог догнать. Выиграв разгон у соперников Янкуна, Галямова и Расуля Мениханова, девятый номер накрутил три дистанционных круга почета и протокольно оформил лучшую сумму в 19 набранных очков. Первое место в заезде и на этапе. Роман Юнкун финишировал вторым, Рифат Галямов в третьем. Как и года два назад на кубок Салавата, это традиционная иголка, был тарел фонд Слазакийский красавчик. Мы также повторили дубль. Выиграли в классе свободного, в классе 1600. В одиннадцатом заезде осталось трое из пяти заявленных участников. Михаил Симонов получил возможность расквитаться со своими соперниками Айдаром Нуреевым и Рифатом Галямовым. Что и сделал, сразу укатив в отрыв. А восьмой и сорок восьмой номера еще успели активно пободаться друг с другом. Симонов побеждает, но до призов дотянуться уже не может. А вот второй и третье места предстояло определить в перезаезде Алексею Савину и Михаилу Дралину. Сюда претендовал и Симонов, но судьи после длительного рассмотрения его претензии отклонили. И под бронзой заходящего солнца 55-й и 48-й номера устремились по дистанции. И лидерство, между прочим, захватывает Михаил Дралин. С его стекольными проблемами это было особенно важно. И соперничество шло без дураков. По-настоящему. Даже контактная борьба присутствовала. Дралин лидировал почти два круга. Но Савин все-таки подкараулил возможность атаки в излюбленном месте. Перехватил преимущества. И завершил гонку вторым призером четвертого этапа. Михаил Дралин занимает третье место. Были шансы забраться хорошо. Поэтому я с хорошим боем занял третье место. А первое оставил на потом. Будет еще время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если думаете, что набережные Челны все уже показали, ой, не спешите. Потому что на старте участники первого заезда зачета 1400 Кубка России. 18 номер Рустам Фатхуддинов. 56 Василий Кораблев. 12 Николай Калинин. 36 Дмитрий Крупнов. Рустам, выполняющий здесь еще и организационные функции, не забывал и о профильной специализации. И разогнался быстрее соперников. И даже чуток оторвался. Что вышло как нельзя кстати. Преследователи зарубились между собой не по-детски. Кораблев занимал вторую позицию. Калинин третью. И начинал при каждой возможности поддавливать 56 номера. И как только Василий загулял по трассе до Бруствера, Николай подключился и атаковал. Уезжая со шпильки на второй позиции. А в связке виражей второго круга активизировался Крупнов. И давлением протиснулся сквозь плотный заслон. С четвертой позиции разом на вторую. Калинин теперь третий. А Кораблев замыкал. Но такой дерзкий выпад не остался без внимания 12 номера. Калинин раз, другой качнул оппонента. И спуртовал на шпильку вдоль левой бровки. А смещением Крупнова воспользовался Кораблев. И передвинулся на третье место. Ох, весело катались ребята. И только Фатхуддинов в полном одиночестве ехал далеко впереди. В подровном Кораблев успешно атакует и забирает вторую позицию. Калинин контратакует в связке. И на выходе выдвигается вперед. Василий не сдается. Но Николай успешно кроется. И здесь Крупнов решает пора. И устремляется в атаку на Кораблева и Калинина заодно. Но в шпильке Калинин удержался. А Крупнов сбил темп. И Кораблев ходом оказывается перед 36 номером. Тройка плотной группы несется к финишу после Фатхуддинова. Калинин, Кораблев, Крупнов в десятых долях секунды. Во втором заезде Кораблев и Крупнов стартовали вместе с Раисом Минихановым номер 62, Станиславом Миникаевым 42 и Станиславом Кокаревым 99. И самый быстрый разгон продемонстрировал призер гонки в усадах Миниханов. Кораблев к патронному обосновался на второй позиции. Третью оспаривали Кокарев и Миникаев. А Крупнов подотстал. И в связке активно поработал стальными локтями, протискиваясь на третье место. Кораблев начинает прессинговать Миниханова, готовя атаку в шпильке. И проводит ее, но воспользоваться успехом не успевает. Мимо с песнями проскакивает Крупнов, захватывая лидерство. Кораблев моментом переключился на новый объект. Внимание! На прямой он заметно быстрее. И в эпидромном, оттесняя Крупнова наружу, отбирает перенство. Дмитрий рад бы вернуться, но тут уже Миниханов не пускает, заставляя подметать обочину. Но связку 36 номер отработал надежнее и вернул вторую позицию. А вот удерживал недолго. Четкой переставочкой в шпильке Миниханов опережает соперника и становится на второе место. Кораблев тем моментом успевает обеспечить себя надежным отрывом. Миниханов второй. А в связке Крупнова чуть не опрокидывает догоняющий Миникаев. И добавив боковым на выходе, отправляет 36 номера с замыкающим. Кораблев финиширует первым. За ним Миниханов, Миникаев и Кокарев. А Крупнов докатывался как мог. Катания на двух колесах даром не прошли. На старте третьего заезда. Даниил Минаков номер 71. Богдан Перешивалов 63. Кокарев, Кораблев и Фатхудина. В схватке на разгоне участвовали трое. Минаков, Перешивалов и Кораблев. А Фатхудинов и Кокарев немного задумались. 56 номер успевает Кападромному захватить лидерство. И группа вслед за ним удивительно дисциплинированно скрутила виражи С-очки. И в том же порядке покатила к шпильке. Где Фатхудинов попытался атаковать Минакова, но не удержал траекторию. А на возврате получил увесистый щелчок от Кокарева. И боковым подровнял Бруствер. Это увлечение биодизайном отбросило 18 номера далеко назад. Соперников уже было не догнать. Кораблев выигрывает. И вторая подряд победа приносит ему лидерство с результатом в 10 очков. Перешивалов финиширует вторым. Кокарев атакует Минакова и перехватывает третье место. Но постфактум судьи накинули ему 8 секунд за опасную езду. И оставили на пятой строчке протокола заезда. В четвертом заезде готовились Минханов, Калинин, Фатхудинов и Кокарев. Очень любопытно. Стартовый разгон Калинин проигрывает. Что неудивительно, он тяжеловат. Лидером подуге и подровного выкатывается 62 номер. За ним плотно Калинин, Фатхудинов и Кокарев. А вот связку виражей молодежь скрутила с норовестей. А дальше прямик с небольшим изгибом. И Фатхудинов захватывает первенство. А Калинину приходится участвовать в разборках за вторую позицию, в которых он уступил. Откатываясь на четвертое место. На его удачу после связки прямо сцепились друг с другом Миниханов и Кокарев. 99 номер крестануло. И Калинин прямиком мимо него на третье место. Завершающий круг не внес изменений. Участники подрастянулись. И к финишу Рустам Фатхудинов добавляет себе еще 4 очка за победу. Раис Миниханов второй, Николай Калинин третий. В пятом заезде по расписанию стартовали трое. Кораблев, Миниханов и Минаков. И многое зависело от того, кто первым успеет к повороту. Это сделал Кораблев. И помчался увеличивать отрыв. Потому что Минаков и Миниханов стали выяснять, кто из них более достоин второй позиции. У каждого свои козыри. 62 номер лучше справлялся со связкой эски. А 71-й удачно атаковал в шпильке. И все же доводы Раиса Миниханова оказались весомее. А Василий Кораблев непринужденно одерживает третью победу. И его сумма в 14 очков начинает обретать вес и значимость. Шестой заезд становился прямо-таки определяющим. Стартовали Крупнов, Миниханов, Минаков, Перешивалов и Калинин. И на разгоне вперед уносится 71-й номер. Оставляя за собой все грозных конкурентов. Следом Миниханов, Перешивалов, Калинин и Крупнов. В связке Крупнов обгоняет Калинина. А в шпильке Перешивалов атакует лидера. Но Богдана сносит до Бруствера. Чем он смущает Миниханова. Невольно помогая Крупнову перебраться на третье место. В ипподромном второго круга закусывает бровку Миниханов. Но от полета решает воздержаться. А вот четвертую позицию уступает Калинину. Минаков, лидируя все три круга, устремляется к завершающей шпильке. И цепляет Бруствер, пропуская Перешивалова. А тут ему еще и Крупнов добавляет. И две синих машины летят на финиш. И Перешивалов первый на 0,08 секунды. Вот это да! Исправляться за досадную оплошность Минаков поехал в седьмом заезде. И на разгоне непринужденно оторвался от Миникаева, Калинина и Кокарева. До поры до времени его не касались перемещения за спиной. Где 12 номер перебрался на вторую позицию. Но Даниил стал допускать небольшие помарочки. И Калинин подобрался вплотную. И в жесткой манере перехватил первенство. А у Минакова все пошло совсем не так. И в шпильке вместо поворота он поехал прямо в Бруствер, пропуская Кокарева и Миникаева. И недавнее лидерство быстро превратилось в приятное воспоминание. Николай Калинин побеждает. Станислава, Кокарев и Миникаев финишируют вторым и третьим. Восьмым заездом Василий Кораблев и Николай Калинин завершали свою программу. Стартуя вместе с Богданом Перешиваловым и Станиславом Миникаевым. 56 номер постарался выжать максимум. И выдержав на разгоне и вираже соперничество с Миникаевым, захватил лидерство. На вторую позицию после эски выдвинулся Перешивалов. И заезд как бы поделился на пары. Перешивалов преследовал лидера. А Миникаев с Калининым устроили отчаянное гоночное сражение на каждом фрагменте дистанции. Выдвигаясь, уступая и в полный газ на параллельных курсах. Зеркала быстро превратились в расходники. Но это их абсолютно не волновало. Красиво гонялись ребята. Василий Кораблев побеждает и набирает 18 очков. Ожидая чем ответят конкуренты. Ближайший из них как раз Богдан Перешивалов. По потерянным очкам он шел вровень с лидером. А битву гоночных гигантов выигрывает Калинин. И сумма в 12 баллов ставит его пока на второе место. В девятом заезде начинали Миникаев, Крупнов, Отхудинов и Минаков. И лидерство на разгоне забирает 42 номер. За ним 18, 36 и 71. Миникаев, а одолев виражи, начинал осваиваться с ролью передовика. Но привыкнуть соперники ему не дали. В шпильке Фатхудинов и Крупнов поднажали. И боковым контактом Рустам вырывается вперед. И Крупнова за компанию с собой прихватывает. Получив преимущество, Фатхудинов его уже не упускал. Да и постоянное преследование Крупновам не давало расслабиться. Победа в заезде и 13 набранных очков выводят Рустама на второе место в таблице. Крупнов финишировал вслед за ним. А третий, обогнав Миникаева, занимает Минаков. В десятом заезде со старта вперед помчался Станислав Кокарев. Опережая Богдана Перешивалова и Дмитрия Крупнова. Но к виражу 63 номер лидерства перехватил. А в связке подработал Крупнов, перебираясь на вторую позицию. После чего расклад стал совершенно ясен. Перешивалову для шанса на победу необходимо было выигрывать. А Крупнов мешать земляку не собирался. Богдан Перешивалов набирает 14 очков на одно больше Фатхуддинова. Их ждет очная встреча в одиннадцатом заезде. Рядом Раис Миниханов и Станислав Миникаев. И вот вам варианты. Победа Перешивалова направляла его в перезаезд с Кораблевым за первенство на этапе. Победа Фатхуддинова и финиш Перешивалова вслед за ним организовывала им рандеву в перезаезде за второе место. И определяла победителем гонки Кораблева. Победа Миниханова и сход Фатхуддинова ставили их на старт перезаезда за третье место. Выбирайте на вкус. Но 62 номер засиделся на ленточке и сразу устранился от призовых притязаний. А Фатхуддинов, захватив лидерство, мог в боевых условиях потренироваться перед перезаездом. А уж как за него болел Кораблев. Его флюиды сработали. Фатхуддинов выиграл, принеся Василию первенство этапа. И вместе с Перешиваловым выехал на старт гонки за Серебро. Все могло быть, учитывая высокие квалификационные показатели Перешивалова. Но Фатхуддинов успешно справился с дебютной задачей. Разогнался быстрее, захватив позицию лидера. А поскольку в активе Рустама значились 4 победы из 5 возможных, то шансы Перешивалова уменьшались с каждым дистанционным метром. В последнем вираже все-таки рискнул, но слишком авантюрно. И Рустам Фатхуддинов забирает второе место на этапе. Сейчас имеем математические шансы уже на победу в чемпионате. Вот уже такой нормальный настрой уже имеет, так что стрелять придется прям со всех сил отжигать.